Нестандартные решения в оформлении цветочными композициями тысячелетнего Бреста – это своеобразный взгляд на любимый город огромного коллектива, занимающегося озеленением областного центра. Цветы всегда были и остаются актуальным украшением любого праздника и оригинальным дополнением любого ландшафта. Прекрасные композиции из разных видов и сортов растений, как произведение искусства, покоряют своей естественностью и изысканностью каждого, кто смотрит на эту красоту. Цветы – это радость, цветы – это настроение, цветы дарят на праздник. Поэтому, уважаемые граждане, жители города Бреста и гости города Бреста, поздравляю вам с праздником, с наступающим праздником Дню Тысячелетия города Бреста. Сделать подарок горожанам из цветочного многообразия заботливые руки специалистов коммунальника спешили с первых тёплых дней весны. Только за первые три месяца компании по озеленению было высажено около 500 тысяч различных видов цветочных культур. Работы не прекращаются и сегодня. В этом году мы высадили около 800 тысяч цветов. До конца августа мы ещё планируем высадить около 200 видов цветов, заменять старые клумбы на новые цветочные композиции. В основном мы высаживаем петунии однолетние, пеларгонии, бегонии, гипесте, разные виды растений. Также у нас проходят работы в парке Тысячелетия. Мы высаживаем такие виды для нашего города, как лаванду, шалфей, новые виды. Экзотические гости, получившие новую прописку в белорусских широтах, внесли изысканный европейский колорит Прованса в цветочные композиции парка Тысячелетия, реализовав оригинальные идеи ландшафтных архитекторов. Нужно отметить, что сдача первой очереди строительства зелёного оазиса ожидается в ближайшее время. А насладиться уютным уголком живой природы, созданным совместными стараниями всех коммунальных служб, можно уже сейчас. Главное помнить, что цветы, как и всё живое, требуют внимания и заботы со стороны человека. Мы просим, чтобы с уважением относились и к нашей работе, и к нашим клумбам, и к нашим цветам. Не воруйте клумбы, потому что тот человек, который сворует цветы, он будет любоваться ими только сам, на своём приусадебном участке. А мы хотим, чтобы нашими цветами любовались все, радовались все.